Никто достеменно не знает, какие процессы отбываются там, в середине, за бетонной стеной, и сколько палива лишилось после выбуха. Поэтому вы решили строить новый саркофар. Тендер выиграли французы 2007-го, но работу фактически расплачали... Угу. Молодцы. Молодцы. Давно пора было. Да, французы отличный проект разработали. Средства будут оправданы. Если, конечно, они дойдут по назначению. Миллиард евро. Сумма все-таки внушительная. Мы зачитали, с другого боку, цей проект, разрахованный на сто років експлуатації. Экологія, безпека, реформа ООН, Чорнобыль та боротьба с пиратством. О! Видишь, президент о разоружении говорит. Ну и правильно. Украина знает цену ядерной опасности. Эх! Петер, что это? Зраган? Да, света. Ну что ты, я же должен соседям Макарыч выставить. Ну какое событие? Внука назвали моим именем. Вот это для нас с тобой настоящий праздник. Правда. И он схожий на тебя, как две крапли воды? Да. Петер, вот меня торбует единым. Виктор до этого часа не сказал Анастасии про то, что он не дружился с Валерией, когда та уже была вагитна. Ну, знаешь, ты не сказал, значит, не счел нужным. Я думаю, нам не стоит в это вникать. Конец-концов, главное, что Виктор рад этому малышу. И Лерочку любит. По-настоящему. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот и отлично. Значит, крыша над головой у нас есть в любом случае. Осталось решить, чем мы будем заниматься. А чем ты хочешь заниматься? Звезда, да. Ну, например, мы могли бы купить крокодиловую ферму. Где? В Бойерке? Ладно, тогда мы могли бы стать ловцами Женчика. Объясни мне, зачем нам тогда квартира, если мы будем заниматься всякой ерундой? Ну, капитан, ты же видишь всякую ерунду, ты ничего не понимаешь. Эта квартира нам для того, чтобы возвращаться сюда. Ну, можно. Я хочу все здесь переделать. Посмотри на это. Ну, посмотри, ну, капитан, ну что же, тебя ничего не интересует. Я хочу переделать. Саша, делай, что хочешь. Я хочу выбросить всю эту мебель. Выбрасываю. Да, ты разрешаешь? Да. Она недорога тебе, как память? Нет. Вот и отлично. Так, все. Подъем, быстренько, завтракать пора. Ты что, опять как-то торопишься? Нет, пока что нет. У меня встреча с отцом, но это будет вечером. Я просто думаю, что после завтрака мы сможем заняться уборкой. Очень интересное предложение. Вот и здорово. Галя, может, эту одеться? Ой, да хочешь и цю, хочешь и ту, ради бога. Ты, главное, так не хвилюйся, Петрович. Ну, что ты думаешь? Да ты не все равно, в якей сороце ты с ним застринешься. О, давай я отцю возьму. Вот. Это же не главное. Ты, главное, сохраняй спокойствие. Спокойствие. В определенном месте в себе. Ты понимаешь? Это же очень-очень важно. Как ты себя почуваешь? Если честно, боюсь мандража. Не знаю, как себя вести. Ой, знаешь что? Поводься по ситуации. По ситуации. И главное, что не забывай, что Владимир Иванович будет и до тебя придивляться. Чим можно тебе доверить детину? Как ты поводишься? Как ты будешь ладна за своим внуком? Понимаешь? Вот. Так что, тримайся. Слушай, может, мне с тобой піти? Что-то я за тебя тоже волнуюсь. Нет-нет, я сам. Сам? А вот эта часть комнаты, капитан, будет в пастельных тонах. Потому что я здесь повешу яркие картины и фотографии, и должен быть контраст. Капитан, ну выключи пылесос, ты же прослушаешь все мои гениальные идеи. Я все слышу. Я однажды был в гостях, и там на пестрых обоях висели всякие картины. Через 10 минут мой мозг перестал функционировать. У нас же будут пастельные тонах, это большая разница. Да? Да. Наверное. Си, Марио? Чао. Си, бэнэ. Си. Комэстаэ? Лосо. Делькорсо. Угу. Анкора? Чао, Марио. Чао. Эй, детка, с кем ты там говорила, что Марио болеет? Марио уже здоров. Марио уже здоров. Какая прелесть. Он быстрый итальянец. Недавно был в Киеве, потом в Италии. Заболел и сразу выздоровел. Молодец. Ну, а что удивительно, капитан, сейчас такой бешеный ритм жизни, что многие просто не успевают заниматься своим здоровьем. Давай, Саша, в бешеном темпе закончим уборку. Ну-ка, посмотри на меня. Че случилось? Ничего. Огромное спасибо, Радмила. Вы так меня успокоили, вы так успокоили мою душу. Вы гений. Еще никто меня так не обнадеживал. Ну, что вы так волнуетесь, уважаемый? Я просто... Я просто вами восхищу. Спасибо. И берегите свою очаровательную супругу. До свидания. До свидания. Поздравляю вас. Ой, сахатый. Маличка, что ты нагадала этому мужчине? Он прямо на крыльях любви вылетел. Запомни, доча, на крыльях вылетают те, кто летают, а рожденный ползать уползает. Пришел узнать у меня, изменяет ему жена или нет. Ну? По картам получалось, что изменяет. Но я ему сказала, спите спокойно, дорогой товарищ. Так, выходит, что вы только что обманули клиента, Радмила Йорловна. Князь, запомни на будущее. Ни одна женщина не виновата в том, что выходит замуж за лося. А если он лось, значит, у него будут шикарные и ветвистые рога. Мама, ты не имеешь права такого говорить о своем клиенте, о любом из них. И ты когда-нибудь на своем вранье погоришь. Я? Доча, я в корень зрю и человека вижу насквозь. И вот на этом я никогда не прогорю. Давай, Славка, как в старые добрые времена. А Женька где? Женя? Она в посольство британское поехала. Ага. Визу оформляет, хочет к Дашке сплетать. Ммм, прогресс. Она тебя не боится уже одного оставлять? Не боится, что ты сядешь за стол, сорвешься? А, кстати, как ты без карт? Как выяснилось, я могу и не играть. Проблема в другом. Деньги заканчиваются, а работу, к сожалению, я найти не могу. Вот здесь и возникает соблазн снова сыграть, чтобы немного заработать. Слава, очень нужна работа. Очень. Ты знаешь, у меня сосед работает в фирме по продаже элитной мебели. Так вот, я с ним недавно поговорил, он помог мне устроиться на работу менеджером по продаже. Так вот, там есть свободная вакансия. Здорово. Только как-то не вижу я себя менеджером по продаже элитной мебели. Да и что там платят? Копейки? А ты хотел сразу миллион. Игорь, в кризисное время работу найти не так-то просто. Да, сам знаю. Вон уже сколько вакансий пересмотрел. Ну, а ты звони не только работодателям, позвони друзьям, бывшим коллегам. А это мысль. Доброго дня, Ячиславе Петровичу. Прошу. Славко, познаемся. Это Вячеслав Петрович, переверяющий и служба опеки. Его цікавить, как прошли сборы в Крыму. Здравствуй, Славик. Мне очень понравилось. Мы не только на соревнования ходили, но и в море купались. По искусствам по Крыму ездили, в горы ходили. Ну, что еще? Славик, а тебе нравится бокс? Да. Меня тренер после спаррингов даже похвалил. Сказал, если я буду больше тренироваться, из меня получится хороший боксер. А тебе не рано ездить на соревнования? Почему? Мне уже 10 лет. О, 10 лет, а на кого бы ты хотел быть похожим? Кто твой кумир? Ну, я хотела бы быть таким, как Личко. А, ну, если хочешь, значит, будешь. Необменный будет. Правда, Славик? Папа, я хочу знать, как ты оцениваешь ситуацию с делом Марио. Когда что-то будет известно? Не знаю. Дело Марио находится в подвешенном состоянии. Если у его партнеров здесь, в Украине, возникнут какие-то проблемы, то эти проблемы возникнут и у нас. Понимаешь, Саша? Прежде всего, финансовые. Значит, ты хочешь сказать, что в связи с этими проблемами я могу лишиться обещанных тобою денег, да? Ну, я тебя прошу, ну, не суетись ты, не гони волну, ну, я что-нибудь придумаю. Я знаю, что ты придумаешь. Как только проблема начинается, ты на недельку-другую исчезаешь, уходишь в себя, а потом возвращаешься, как ни в чем не бывало. Так! Хватит! Нечего читать мне здесь мораль! Это тебе напоминание. Да у меня память хорошая! Да подожди! Сядь! Подожди меня здесь! Я сейчас поеду к партнерам Марио. Может быть, узнаю что-нибудь интересное. приеду, тогда и поговорим. И о твоих деньгах заодно. За встречу? За встречу. За повторное знакомство. Юлечка, ты совсем не изменилась, правда? А почему мы так долго не встречались? Или нам уже нечего вспомнить? О! Я прекрасно помню, как за тобой бегали все девчонки с нашего курса. Но ты же был увлечен другим. Я был увлечен спортом. Тренировки, тренировки, горы, походы. Эх, здорово было. Но Женьку я сразу заприметил. Ой, да ладно. Это я, по-моему, с тебя глаз не сводила. И, между прочим, не только я одна. Но ты был весь такой неприступный, недоступный, невероятный. Ой, да ладно. А мне ты казалась такая недосягаема. Умница, красавица, да? Так. Следующий тост за вас. За вас, девчонки. За нас. Сори. Мне нужно бежать. Рад был с вами посидеть. У меня встреча по работе. Юлечка, ну, ты теперь знаешь, где мы живем. Так что заходи к нам почаще. Непременно. Увидимся и не скучайте без меня. Все, пока. Удачи. Ты что, сомневаешься? Да лучше год прожить с Игорем, чем всю жизнь мучиться с таким занудым, как Боря. Давидушка, список гостей не забудь. А ты баян не забудь, Машенька. Я уже его принесла. Какая ж Маша без баяна? Ничего, Давидушка, мы с тобой сегодня денежек заработаем. Не только нашей маме платят по сто зеленых рублей, да еще и заложь. шаг, креветка, мать критиковать. Ничего ты не понимаешь в этой жизни. Ты вот лучше мне скажи, что лучше звучит? Мария Юсупова или Радмила Юсупова, а? Радмила Юсупова будет лучше. Угу. А тебе, князь, слово вообще никто не давал. Мама, если честно, мне надоело слушать про великого и гениального Георгия Юсупова. Мне надоело слушать, как он бедный и несчастный живет один на этом белом свете и что он беда, что-то не знает, куда деть свои деньги. Ничего, ничего, я в следующий раз ему подскажу и куда деньги деть и на червовый интерес намекну. Мамуля, ну как ты не понимаешь, что клиент такого уровня забрел к тебе случайно? Ты можешь мне не верить? Вон, брось на картах, погадай. Зависть, Маша, уменьшает. Петрович, Петрович, ну поешь, ну шо ты сидишь вот это? А? Че-то кусок в горло не лезет. Чего? Такая глупая встреча получилась со Славиком. Что-то Владимир Иванович не учел. Ты знаешь, я ему задаю вопрос, а он отвечает не мне, а Владимир Иванович. А на меня даже внимания не обращает. А ты не хвилюйся. Ну шо ты хвилюйся? Господи. Ты знаешь, я точно впевнена, что когда дитина дизнается, что ты его родный дед, он обязательно назрадея. Обязательно. Он не может быть иначе. Ну, ты лучше знаешь, ты мне расскажи, я певен. Как вину смехаете, что в нём заочинято на тебе бы схожи, че не, а? На меня? Да. Моя кровинушка. Извини, что я вчера не приехал. Хорошо, что ты не приехал. Здесь вчера вся родня моя была. Выбирали имя ребёнку. Ну и как его назвали? Александром? Петром. В честь моего папы. Ну, это я заслужил. А родному сыну имя не могу дать. Каким же я был идиотом. Хватит об этом. Лера, я хочу всё вернуть. Только не говори мне, что это невозможно. Если люди любят друг друга, возможно всё. Я готов жениться. Ты можешь развестись с этим Виктором? Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Да, я понимаю, конечно. Не понимаю, почему. Потому что я не настолько богат, как он, да? В принципе, я не обиден. У меня ещё отец обанкротился. Я не знала. Да. Знаешь, мне плевать на деньги. Хочешь, я тебе правду скажу? я до сих пор чувствую тебя. Неважно. Всё. Ну, подожди. Мне нужно идти. Извини. Боже, вещей, как будто мы переезжаем. Ну, ничего. Зато мы с тобой заработаем. Ребята, ребята, партийное задание. На свадьбе. Раздайте, пожалуйста, мои визиточки. Катя сегодня утром принесла. Мамулечка, с удовольствием. Только мы идём на свадьбу работать, а не визитки раздавать. Бунт на корабле? Нет. Ну, слава богу, Альберт пришёл. Ладно, давайте, собирайте свои монастки, идите, откройте Альберту, пожалуйста. Всё, мама, пожелаем вам удачи, ни бога, ни вера. Всё, вперёд. До свидания. До свидания. Давай, давай, открывай двери Альберту Григорьевичу. Здравствуйте, Альберт Григорьевич. Сволнышко. Ой, Светаня, ой, наконец-то. Наша пятница. Как при полном. О, кстати, захватил тебе потрясающую фоновую музыку, вот для твоих сеансов гадания. Представляешь, горловое пение тибетских монахов. Ом, мани, пене, хум, ом, мани, пене, хум. Ты, мой тибетский соловей, присядь, пожалуйста. А, ну, хорошо, да? Слушай, душа моя. Да. Скажи мне, пожалуйста, чего я ещё о тебе не знаю, а? А, от чего? Недавеча у меня был клиент. Ну. Георгий Юсупов. От тебя, между прочим, клиент. Я даже не знала, что ты в таких кругах вращаешься. Хе, так, да? Так вот, ответь мне, пожалуйста, где твоя унылая жизненная тропа пересеклась с мраморным проспектом великого Георгия Юсупова. М? Ты понимаешь, Радочка, по законам мироздания вот такие яркие люди, они же в Австралии обязательно взаимопритягиваются. Что? Этик познакомил. Ага. А что? Привет. Привет. Хозяюшка. А Юля, давно ушла? Нет, буквально минут пять назад вы разминулись. Здорово, что она к нам в гости зашла. Да. А я был на встрече со старым приятелем. Он сейчас круто поднялся. В связи, положение. Тартёжник? Да нет. Он бывший опер. Извини. И что? У него своё охранное агентство. И я попросил его помочь мне с работой. Пока конкретного ничего не предложил, но обещал, если будет что-то интересное, обязательно мне перезвонит. Здорово. Ну, будем надеяться, что всё... Хорошо, что мы сегодня встретились с Юлькой. Посидели, поболтали, вспомнили. Знаешь, что интересно? А ведь она единственная из наших старых знакомых, кто нас с тобой не осуждает. Более того, она нас даже поддерживает и рада. Ну вот, видишь, теперь мы не одни на поле боя. Да. Только нам ещё придётся побороться. Я вот решила написать Дашке письмо. И передать его ей через Борю. А при чём здесь Боря? Напиши её по электронке. Нет. У меня просто нет другого выхода, и это письмо должно быть написано мной от руки. Я хочу, чтобы она меня правильно поняла, чтобы она почувствовала. Я попытаюсь ей объяснить, что не могу больше жить с Борей, потому что люблю тебя. И очень надеюсь, что рано или поздно она примет этот факт и прекратит эту бессмысленную войну. Да, Дашка у нас упрямая и очень гордая. Но я уверен, она нас поймёт. Ей просто надо время. Ну, я разговаривал с украинскими партнёрами Марио. Ну, что тебе сказать, Сашенька? Угощайся. Спасибо. Они пока не будут делать никаких резких движений. Никаких. Они немножко посмотрят за Марио, за его дальнейшими действиями. Ну, всё-таки у них общий проект. Я так понимаю, что мне придётся ждать своих денег, пока эти украинские партнёры будут присматриваться к Марио, да? А что ты хотела? Папа, это не честно. Ну, знаешь, честно, не честно. Саша, ну, что за детский разговор? Ты как можно быстрее хочешь получить свои деньги, да? Да. Хочешь? Вот. Так позвони Марио. Позвони, спроси, как дела, как его здоровье, а самое главное, когда он приедет в Украину. Ну? Давай. Хорошо, я позвоню. Чао, Марио. Си, си, Александра. Коместай? О, о-о-о, тото бэн. Си, тото бэн. Марио, Квандо, Сиарива. Угу. Угу. Си. Чё? Чё, Марио? Угу. Ну? Чё молчишь? Чё он сказал, когда приедет? Он сказал... Никогда. КОНЕЦ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok